С 15 февраля нас ждет неприятный сюрприз. В России отменяется обязательная сертификация пищевой и парфюмерно-косметической продукции. Ну а значит резко возрастет опасность появления на рынке недоброкачественных, да и просто опасных для здоровья продуктов и косметики. Ведь исчезает последняя возможность контролировать наших производителей, а рассчитывать на их добросовестность просто смешно. С отменной сертификацией потребитель оказывается брошен на произвол судьбы. Чем обусловлено это решение, пыталась разобраться Светлана Андрощук. Запах посторонний. А почему вы такой некачественной колбасой торгуете? Значит, мажущаяся консистенция фарша, хрящи, но самое главное, что она кислая с поверхностью, липкая поверхность. Колбаса с запашком, сыр совсем не с благородной плесенью, с кисше молоко. С недоброкачественными продуктами сталкивается каждый второй россиянин. Статистика уже не скрывает, половина товаров на рынке не соответствует нормам качества и безопасности. По словам чиновников, защитить здоровье россиян сможет новая реформа по отмене обязательной сертификации пищевой и косметической продукции. Главный аргумент сторонников нововведения. Сертификат, который сейчас является своего рода пропуском товара на рынок, уже давно перестал быть доказательством его безопасности. Сертификаты просто штампуют, а потом распродают всем желающим многочисленные фирмы-однодневки. Если мы говорим о рыночной экономике, о свободе производства, о свободе общения производителей с покупателями посредством выпуска тех иных товаров, чем меньше чиновников, чем меньше препонов в виде сертификатов, лицензий, тем только легче. Именно поэтому с февраля обязательная сертификация станет добровольной, а вся ответственность за безопасность и качество товара ляжет на производителя и продавца. С 15 февраля предприниматель должен будет самостоятельно провести анализ продукта в лаборатории и заполнить на него декларацию соответствия, если захочет. Но это в идеале, от которого ситуация на нашем рынке далека. Рынок очень тяжелый с точки зрения определения безопасности и качества товаров. И если сейчас останется все на том уровне, который есть, то есть просто отменяем сертификацию, принимаем декларирование на основе собственных доказательств, то сложно предположить, что будет происходить. Причем ситуация будет ухудшаться. Мы боимся возврата к 90-м годам. Эксперты предупреждают. Новая директива, по сути, окончательно развяжет руки непорядочным торговцам. А бояться им будет по-прежнему нечего. Наказания остаются минимальными. Мы переходим на добровольную сертификацию, совершенно не подумав о том, что нужно менять административный кодекс. То есть, наверное, об этом думают, но к 15 февраля эти изменения в административный кодекс не подоспеют. Вы представляете себе уровень нарушений и штрафы? Смешно, неинтересно следить за качеством продукции сейчас, ни изготовителю, извините, ни ритейлеру тем более. Тысяча пятьсот рублей именно столько платит владелец торговой точки, например, за то, что хранит колбасу рядом с грызунами, а потом продает ее нам. И пока эти штрафы остаются прежними. Впрочем, так же, как и государственный контроль. Как ходили сотрудники Роспотребнадзора по торговым точкам два раза в год, так по закону положено. Так, видимо, и продолжат. А кое-где и вовсе перестанут появляться, например, на продовольственных рынках. Мелкооптовые рынки, кстати, с 15 февраля вообще станут настоящей зоной риска. Специалисты Ростеста говорят, при добровольной сертификации ни санитарные врачи, ни инспекторы уже не смогут проводить обязательные проверки рыночных торговцев. В общем, простого россиянина оставляют один на один с предпринимателем в надежде на его добросовестность. И это в ситуации, когда нас обманывают уже повсеместно. За качеством продукции не следят даже известные корпорации. Ростест бьет тревогу. Крупные сети быстрого питания недалеко ушли от пресловутых продавцов шаурмы. Также нарушают технологию производства, не соблюдают элементарные санитарные нормы и применяют огромные дозы пищевых добавок. И речь идет не только о еде. В парфюмерии косметика часто не выдерживают никакой критики. Поэтому не случайно отследить адрес производителя крема или губной помады бывает невозможно. Кроме того, с принятием нового закона возникли вопросы уже у самих предпринимателей. Надежных лабораторий по оценке качества продукции у нас катастрофически не хватает. Зато псевдоцентров по сертификации развелось немало. А ориентира официального списка аккредитованных лабораторий как не было, так и нет. Специалисты в недоумении. Похоже, мы опять ставим телегу впереди лошади. Что странно, ведь новое постановление принималось с оглядкой на Европу. А там система добровольных сертификатов давно налажена и работает просто. По принципу кнута и пряника. Без вот такого добровольного сертификата ни одна торговая точка на Западе не возьмет товар. То есть там должно быть все расписано, что включено в этот товар, какие там материалы использованы. Если там обнаружится что-то, это такие обременительные штрафы, это разорительные штрафы. Более того, даже за продажу еды с просроченным сроком годности владелец торговой точки навсегда лишается лицензии и уже никогда не сможет продавать пищевую продукцию. А с 1 января Евросоюз опять ужесточил требования по качеству всех импортных товаров, особенно продовольственных. Теперь за их безопасность отвечают изготовитель, импортер и дистрибьютор. Нам же вместо цивилизованных рыночных отношений предлагают решать экономические вопросы полюбовно. Захочет продавец – покажет сертификат, а не захочет – пошлет покупателя к другому продавцу. Понимаете, продавец может сказать, а я могу и работать без добровольного сертификата. Да, можете, но я вас покупать не буду. Понимаете, вот какой должен быть подход. Некоторые эксперты вообще уверены, единственный шанс для нас защитить себя в такой ситуации – это покупать ту же косметику у предприятий с хорошей кредитной историей, то есть у известных производителей, которые уже давно зарекомендовали себя на рынке. Такие фирмы сами заинтересованы в качестве своего товара, поэтому имеют и собственные лаборатории, и квалифицированных специалистов. Ими обязывает. Тех же, кого не обязывают ни имени, совесть – значительно больше, уверена главный косметолог крупной косметической компании Татьяна Таран. В России работают многочисленные рога и копыты по производству косметического ширпотреба, которые соревнуются с такими же девицами из Китая. И те, и другие вряд ли заботятся о качестве своего продукта. При отмене обязательной сертификации, тогда мы бы считали целесообразным ввести сертификацию производства. То есть производилась бы экспертиза предприятия на соответствие техническим требованиям. В общем, получилось, как всегда. Задумка хорошая, но недоработанная. В итоге – законодательный брак. И расплачиваться за него кое-кому придется, похоже, собственным здоровьем. Светлана Андрощук, Александра Шилова, Нина Батищева. В центре событий.